Привет, друзья! Миран на связи. Сегодня 4 сентября и мы приехали в Москву в клуб 7, чтобы снять репортаж о концерте группы Dark Loomacy и взять у них интервью. Поехали! 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 Скажи нам несколько слов о твоей истории и о твоей музыке. Поехали! Мы создали в 2007 году, с названием «Ассилум». Потом мы изменили название и изменили порту. В прошлом... Это было более традиционное, как метал. Мы делаем традиционный деф-метал. Теперь мы делаем прог, миксером с элементами деф-метал и маф-кор. Много атмосфера. Много атмосфера, много времени, много времени. Это еще деф-метал, но это двигается в более прогрессивной направленности. О, да! Да! О, да! О, да! О, да! О, да! Это первая разница в России. Первая разница, да! Да, да. И как вы любите это? Да, да. О, да! Метал херсты с энергией. Многие люди, много нескольких, много форсов, много фотографий, форсов, мы не ожидали это. Это было круто. Люди отвечают в другую сторону, чем в Италии. В Италии есть более статичный подход. Здесь люди более включены в шоу. И поэтому мы удивлены по этой стороне. И есть водка! Войны! 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 Как тебе нравится? Я думаю, что это очень-очень хороший тур. Потому что люди... Мы... У нас есть большая ощущение для группы. Мы очень рады. И мы очень рады. У нас единственный вопрос, что это очень-очень дорого. Откуда, отверстия. Откуда, отверстия. Но Россия, это очень-очень интересная. Передуисочная путешествие. Откуда, отверстия. Откуда, отверстия. У нас, там, когда мы увидим, за что-то великое путешествие. Общи и демокровки. Второй войной войны. Большая эмоция, потому что я пишу про историю русской истории. Когда я вижу один монумент, я сделаю большую эмоцию. У вас есть время свободы для посетения этих монументов? Нет. Нет, не так. Просто везде. Везде у нас есть время свободы. Везде у нас есть время свободы. Везде у нас есть время свободы. Везде мы остановимся с аваноменом, снимем фотографии, потом мы возвращаемся к авану. Потому что это очень большая. Я думаю, что это будет. Давайте поговорим немного о ваших последних релизах. «Виво» от «Флагатон» было меньше влияния русской музыки, чем, например, «Диарист». Да, абсолютно. А это было бы, что это было бы, что это было бы, что это было бы. Или что-то еще? Нет. 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 Я требую, чтобы остановиться после «Диариста». китайского нового дня, а это совершенно неизвестная, поэтому я не приятно, что океанное изменение зависит от родителей. Мне нужно подготовиться ещё. Для того чтобы подготовить другие работы, для «Легеные русские» я предпочитаю делать один альбум. Альбом Де Пассажо? Какой типо Пассажо, я имею в виду. Так что мы решили сделать «We Were All Forgotten» и оставить идеи и написания с данным альбом, «The Day of Victory», чтобы вернуться в историю русского и распространить его. Так что это, наверное, альбом русский альбом «Дарк Луна». Вы действительно вернулись с этим альбом. «The Day of Victory» у вас очень много темпов русских песенов, и, как вы уже знали, русские люди очень любят это. «The Day of Victory» был очень длинный альбом. Вы можете рассказать нам про процесс его композиции и записывания? Да. Да. Причина, например, «The Day of Victory» «Дарк Луна». «The Day of Victory» «The Day of Victory» «The Day of Victory» «The History» «Он Советской Союзе» во время Второй войны войны. На «Диарист» существует много violин, а на «День Виктория» ничего. Потому что мы предпочитаем на «День Виктория» Мы предпочитаем дать больше места и больше важности для русских «День Виктория» для «День Виктория» мы решили поставить их как главный элемент для «День Виктория». Мы начали с различных «День Виктория» и строили вокруг них и строили целую песню. Может быть, вы не сможете слушать, вы не знаете, если «День Виктория» будет адаптирована на песню или на песню, но мы начали с «День Виктория» и сделали песню вокруг него. Даже если вы слушаете «День Виктория» за несколько секунд, все было построено начиная музыка русская. Это очень важно, это очень важно, это очень важно в «День Виктория». Играет музыка и главный элемент «День Виктория» или «День Виктория» или «День Виктория» Я думаю, но вы хотите какие-то планы о ваших следующих выпеках? Это будет «День Виктория» или может быть еще один album «Пасечь» Сейчас я не знаю, потому что для релиза Дракунинская Дракунинская война, вместе с музыкой и историей. И мне нужна нужная церковь, и я думаю, что в будущем, но сейчас, не сегодня, я не знаю. Это слишком early сейчас, да, потому что каждый из нас нужно собрать идеи и решить куда они будут развиваться в будущем. Я надеюсь, что это будет, опять же, Дракунинская война, потому что мне нравится, и это больше в моих отношениях. Какая-то в другом этапе истории, потому что я люблю Тостоевский, Пушкин, я люблю Тостоян. И я думаю, что это правильно, это большой мастер. У нас есть Дракунинская война, Орфан Ленд и другая группа, я не помню, но самое важное. Дракунинская война. Дракунинская война, много, много, много людей. Только Дракунинская война, это более интимистическая ситуация. Но для нас это самое важное. Потому что это ощущение, которые мы делаем с людьми, с людьми, во время этого шоу, это позволяет нам видеть. Конечно, это означает, что когда ты играешь в группе, это поддержка для большей группы, ты не знаешь, как много людей есть для тебя, и как много людей есть для меня. Но когда ты играешь в группе, мы играем в группе две лет назад, и это наша вторая группа, и она говорит, что ты реально видишь, что люди есть для тебя. Это трудно сказать, что это изменилось в 2008, и сейчас. Это только шесть лет, и мы, наверное, не имеем enough элементов, чтобы вы это понимаете. Может быть, ты это знаешь. Но что я могу сказать, что в нашем стране мы видим меньше интереса, не в Дракунинской войне, но в сцене живых. В целом, меньше людей приходят в концерты, может быть, потому что они видят их банды на YouTube. или, может быть, download their songs from torrents. Spotify, или кто-нибудь, видят свои идоли на странице. Может быть, это может демонстрировать в дальнейшем, в дальнейшем, но мы увидимся в будущем. Я надеюсь, что у нас есть традиция, идти на консерты, и «Бэнгин» здесь! Все подkenntится runner, и бездно! И так как будет, Оборонchuss ease! А ν desarroll! Постали. во вначале войны, режим поemetery в μα priorи молодыми общественными войсками Советская Униония. Он был впечатлен по поводу молодых людей в II. В. В. II. И особенно в Северной Ленинграде в Натальянской войне в Северной войне и в болезни и в болезни и в болезни и вонор в Матре Патрии. И вонор для Матре Патрии. Вонор. Для меня это пример для всей войны. Это революция. И я не хочу рассказать историю для войны. Потому что сегодня молодые люди не волнули о банке. Это очень хорошая идея. Очень круто. Для вас? В самом деле мы следим в этой идее. И в моем мнении русская история очень 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 особо так в нам революция Этот стиль был очень интересным и очень интересным. У меня есть возможность работать, начать с русской музыки, это был еще один вопрос. И было очень интересно, чтобы писать о песне. Начать с русской музыки и создавать какие-то металлические. И мне очень понравилось. Я очень рад, что я работал на это последние 3-4 лет. Я работал в этой линии уже 5 лет. И мы были очень рады. И мы были очень рады. Как вы видите, начиная с литературой. И в истории русской истории он увидел люди, которые никогда не уничтожили. И это один из этих элементов, которые уничтожили его, уничтожили его, потому что, возможно, он видит это против того, что уничтожили его, в котором нет уничтожений, нет уничтожений, и он был впечатлен в этом. И может они пить больше чем у нас? Потому что мы пить вино и пить водка. Для меня это не так. Нет, это последнее. Я хочу... Ну что, ребят, как концерт? Ну, отлично, замечательно. На самом деле, хедлайнеры были очень крутые. Другие команды тоже неплохо, но они очень-очень круто. Просто они всегда выступают хорошо. Были уже на них раньше? Да, да, да. В прошлый раз, когда они приезжали, мы тоже были. Очень понравилось. Каждый раз они очень круто играют. Ну, правда, хорошие ребята. И, главное, патриотичная музыка. Вы знаете, я впервые в жизни находилась в таком концерте. Но, в принципе, я под очень приятным впечатлением. Очень здорово. Действительно, потрясающая энергетика. В полном восторге. Ну, группу Dark Lunas мы знаем давно. Еще с начала 2000-х. С тех пор многое изменилось. Но, тем не менее, подача и основная идея остается прежней. Это российский патриотизм, да. Близость людей Италии и России. Это очень замечательная тема, что вот так все происходит. Несмотря на всякие изменения, да, которые у нас сейчас в мире не очень приятные. Вот. Это значит, что музыка объединяет и вообще все замечательно у нас. Да, похоже, что Майку действительно это нравится. Как тебе, кстати, их костюмы? Костюмы отличные. То есть, единственное, я не разбираюсь только вот в рангах морского флота России, к сожалению, да, к своему стыду. Ну, там какой-то явно был капитан. Вот. И капитанил он очень хорошо. Ну, посмотрим. Я думаю, у нас в комментариях найдутся эксперты в рангах и военных званиях. Поэтому мы скоро узнаем, что это были за костюмы. Так, ну и что ты ждешь от Dark Lunas в будущем? Мы ждем как минимум возвращения второго гитариста, а возможно и человека, который писал музыку в начале 2000-х. Ну, не знаю. Это вряд ли, конечно. Но тем не менее, хотелось бы больше мелодий, которые были именно в то время. Как ты любишь это шоу? Ну, много. Я очень любил это шоу, но, к сожалению, я украл одну струну после 5 песенов. И я хотел использовать гитару, который аккуратно предложен от Black Propaganda. И это не была моя гитара, поэтому это было немного сложнее. Потому что это было очень... Как сказать? Стрип был очень длинный, поэтому это было не так легко для меня играть. Но это нормально. Это происходит. Я думаю, что никто не знает. Но я не знаю. Но я не знаю. Но это нормально. Но это нормально. Мне нравится. Мне нравится. Это было гораздо лучше, чем наш шоу два года назад в Москве. Это было очень лучше. Поэтому люди были очень интересны в шоу. Мы очень нравится. И мы думаем, что в следующем году и в следующем году будет так. Мы надеемся, что это будет так. И мы закончим эту турку счастливыми. Хорошо. Я надеюсь. Спасибо, ребята. Спасибо большое за это шоу. Спасибо. Ну что, друзья. Только что закончился концерт Dark Lunacy. Пару слов заключения. По-моему, все было клево. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо музыкантам. И спасибо Storm Stage Agency, что организовали этот концерт. Ну что, увидимся с вами в следующих выпусках Metal Music Madness Live. С вами был Миран. До связи!